Пара встаёт, женщина таких гитарных форм, мужчина чуть ниже её, и он мне на прощание говорит «Увольте! Увольте этого официанта!» Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я выхожу к вам не по плану, а по поводу. А повод сказать несколько тёплых слов по случаю полузабытого праздника. Я знаю, что смотрят меня в основном женщины, и поэтому от всей души хочу пожелать вам сегодня добра. Добро — это широкое слово, много чего в нём помещается, любовь, спокойствие, мир, здоровье. Я надеюсь, каждый из вас сегодня получит, если не букет, то хотя бы хорошее слово, пусть даже по телефону или через СМС. Возможно, кто-то из вас сегодня один, точнее одна. Возможно, вы в чужом городе, а может быть и в своём, но не празднуете. Поверьте, я о вас думаю. Я, к сожалению, не могу передать вам эти цветы через экран, но куплены они были с мыслью о вас, красивых, сильных, достойных женщинах. С праздником! Я сама весну не люблю. Очень много лет, пока у нас был отель, для меня всегда весна означала стресс, потому что это начало высокого сезона, свадебного. Впереди семь напряжённых месяцев. Если бы это были напряжённые месяцы только потому, что работа тяжёлая, то это ещё куда не шло, это можно пережить. Но они были непредсказуемые, полные неожиданностей, сюрпризов. Причём сюрпризов таких не обязательно приятных. Но сейчас всё изменилось, поэтому, наверное, надо как-то и изменить отношение к весне. Я сегодня ещё расскажу про отель. А пока я хотела сказать, что мой плановый выпуск был про актёра Андрея Панина. В этом месяце десятая годовщина его смерти. И как раз, наверное, было бы вовремя рассказать о нём, вспомнить его историю, его творчество. А там есть что вспоминать. И человек сложный, и артист редкий, и смерть необъяснимая, точнее необъяснённая. В общем, процесс вроде бы у меня пошёл. Я нарезала массу отрывков из его фильмов, накачала фотографии, увлеклась. Есть мужчины, в которых я ни за что не могла бы влюбиться. А есть такие, в которых могла бы. Вот в Андрея, мне кажется, могла бы. Он притягательный, но совершенно невозможно понять, чем именно он притягивает. Есть у меня знакомая художница, которая очень своеобразно описывает внешность людей. Вот она, например, говорит, вот дядя Боря лицом похож на радиоприёмник, только с носом. А вообще интересный мужчина. Ну вот и Панин приблизительно такой. Он какой-то ломаный весь, резкий. И что-то кошачье в нём есть, и что-то волчье, и что-то змеиное. Он немножко Ленин, немножко Чарли Чаплин. И манера говорить у него своеобразная. То ли он бормочет, то ли бубнит. А это, тем не менее, шарм. Ну, у каждого большого артиста, наверное, свой шарм. Вот у Панина манера говорить. У Луи Армстронга была такая манера чуть-чуть не попадать в такт. Он всегда слегка задерживался. Вступал немножечко-немножечко позже. И это крошечное такое микроопоздание придавало ему, я бы сказала, приятную небрежность какую-то, спокойную ленивость. В общем, и Панин, возьми его пойми, странный он человек. С одной стороны, он очень заботился о своём теле, о своём здоровье. Он ежедневно делал гимнастику, он не ел всё подряд, он питался очень правильно, свежими продуктами только. Он кофе растворимый не пил, он не курил, но тем не менее при этом постоянно уходил в многодневные запои. А каким он был актёром, ну что тут говорить, как он играл, как играл Панин, пальцы, кисти, запястья, шеи, изгибы. Вот этот его оскал, прижмур, короткая улыбка при несмеющихся глазах. Мне особо нравились его роли, где глаза у него как гвозди. В общем, я ходила, слушала его интервью, смотрела передачи о нём, напитывалась Панином. Ирину уже, значит, подключила, чтобы она начала его разрабатывать. А вечерами я смотрела фильмы с его участием. «Бригаду и жмурки» я смотрела раньше уже. «Свадьбу» я пересмотрела как раз, когда готовила подкаст о Марине Голуб. Панин там тоже снимается, он играет алкоголика. Дни десять назад я освежила «Мама, не горюй», а дальше приступила к сериалу «Полный вперёд», где он не только актёр, но и режиссёр. Подкаст о Панине непременно бы вышел, наверное, бы вышел, если бы не ещё одна картина. Называется она «Поцелуй не для прессы». Я когда смотрю фильмы, для работы если я их смотрю, то я по ходу просмотра делаю небольшие записи, такие себе заметочки пишу, когда что-то очень понравилось или наоборот что-то очень не понравилось, или когда возникли какие-то вопросы. И в этом случае я тоже стала энергично записывать всё, за что цепляется глаз и ухо. И писала я, наверное, минут десять. А потом у меня, в общем-то, пропали все вопросы, кроме одного. И это был вопрос «Зачем?». Ну вот, бывают фильмы слабые, а бывают просто плохие. Вот во время просмотра чувства вроде ешь что-то несвежее, то, что испортилось уже много дней назад. И Андрей Панин, самобытный, блестящий, ни на кого не похожий, изумрудно талантливый Панин, сыграл в нём главную роль. Вот это и есть тот плевок в вечности, о котором говорила Раневская. Для чего он пошёл на этот шаг? Почему он согласился сниматься в этой картине? Неужели для денег? Его друзья говорили, он не тратил время на то, что ему не в радость, а на съёмки в фильме «Поцелуй не для прессы» потратил? Почему? Когда мне было лет пять, одна из моих бабушек, папина мама, варила рисовую кашу, добавляла туда такую хорошую горсть изюма и заставляла меня её есть. Вот она садилась напротив меня и контролировала, считала ложки. Я вот помню, стол, я, каша и напротив бабушка. Вот она сидит и говорит «Ешь! Ешь!». И в тот момент, наверное, на всём белом свете не было человека несчастнее меня. Бабушка не понимала, как можно не любить, это же изюм. А я точно так же не понимала, как можно это любить. И вот я помню, когда каша застревала у меня в горле, этот рис, я не могла его протолкнуть. И вот та же ситуация получилась у меня и с этой работой. Подкаст про Панина у меня тоже застрял. Существуют такие вещи, за которые, наверное, лучше не браться. И я поняла, что мне тоже лучше не браться за историю Андрея Панина. Потому что если я стану её разбирать, то предвижу, что это не понравится его поклонникам. И мне самой тоже не понравится. У меня на канале уже есть несколько работ, которые сделаны на такую хорошую, твёрдую тройку с минусом. Ну и зачем в этот ряд добавлять ещё одну? Только для того, чтобы успеть к очередной пятнице? Нет. Нет, я решила, что нет. Я сама по себе слишком простой человек, чтобы разбирать такого слишком сложного, каким был Андрей. Вообще из вот этих вот своих детских рисово-изюмных пыток я усвоила одну вещь, что всем людям нравится разное. Спрос на жезееловские разборы из жизни знаменитостей очень большой. Многим людям это нравится, но многим людям это и не нравится. Мне время от времени пишут, когда вы уже вернётесь к криминальным историям про знаменитости смотреть скучно, показывайте про простых людей. А под криминальными историями, ну вот в частности про Акшина Гусейнова, пишут, да что же вы такие кошмары-то показываете, зачем же вы пугаете людей. Вот ещё пишут, а вообще зачем вы трогаете других? Вы рассказываете о себе. Я даже выписала. Зачем рыться в чужих жизнях? Сними лучше честный ролик о своей. Наверняка и у тебя есть скелеты в шкафу, да, Анна? Да целый канал об этом есть. Это мой канал, который называется «Блог бывалых бизнесменши». Я полтора года, раз в неделю, высаживалась перед камерой и рассказывала о себе. Ролики там совершенно ужасные. Ужасные в том плане, что там и кадр отвратительный, он то зелёный, то жёлтый, то вообще какой-то синий. И звук там вроде из какой-то трубы, и из канализации как будто идёт. И я там какая-то такая, ну смешная что ли. Но зато это было искренне. Это знаете, как на утреннике в младших классах. Это неуклюже, но трогательно. Девочка так показывает глазками так в сторону кастрюли. Кастрюля на 80 литров, стоит она, значит, на полу и накрыта крышкой. Я подошла к этой кастрюле, открыла крышку, и меня, значит, сбила такая ударная волна. В военно-наполевой госпиталь отделение гнойной хирургии перевязочное. В часу 10 вечера на кухню заглянул такой элегантный джентльмен в смокинге и, значит, предложил мне следующее. А ну-ка зайдите, пожалуйста, в мужской туалет. И какое-то у меня сразу вот нехорошее предчувствие закралось мне в душу. Сняла фартук и пошла, значит, в этот мужской туалет заглядывать. Задумывалась так. Строим дворец, переезжаем и начинаем такое безмятежное, счастливое, красивое бытие, как в сериале «Династия». Я даже видела такую женщину в шелковом длинном пеньюаре, как она выходит на балкон. В одной руке у нее такая длинная папироска, в другой маленькая крошечная чашечка с кофе. И вот эта женщина попивает этот кофе и смотрит мечтательно в парк. И самое прекрасное, что это женщина и я, и я. Жизнь моя гостиничная-ресторанная была комком трудностей, таким неразгрызаемым. Я завидовала о себе 12-летней, вот когда вспоминала, как меня загоняли спать. Программа «Время» заканчивалась, начинался прогноз погоды, и под эту мелодию, я помню, всегда я шла в постель. Как бы мне хотелось, как бы мне хотелось пойти спать в полдесятого, да еще, чтобы кто-то меня заставил, чтобы ложиться, слушать эту прекрасную мелодию и готовиться ко сну. Нетушки. Вот под моими старыми роликами в блоге «Бывалые бизнесменши» мне зрители время от времени давали какие-то советы, вот писали мне. Надо было больше официантов нанимать, больше горничных, надо было нерадивых работников наказывать. Ваш завхоз накосячил, пусть бы месяц работал бесплатно. Вот так вот. Да, наш завхоз действительно накосячил. Это под роликом, где я рассказывала про ушки. Ушки. Ушки – это такие маленькие пельмешки с грибным фаршем. Мы их налепили в промышленном количестве, вручную, вот, и поставили в морозилку. А наш пан завхоз эту морозилку выключил из розетки, потому что ему нужно было включить что-то другое. И он потом забыл об этой морозилке. И наши ушки, пельмешки простояли три дня в выключенном морозильнике. И мы их похоронили, а нашего завхоза пожурили. Сказали, ну что ж ты так, ну разве ж так можно. Отель наш был загородный. С кадрами у нас была постоянная хроническая проблема. Ну вот кто согласится приезжать каждый день за 35 километров. Так что мы завхозу нашему были очень даже рады. Тем более человек он отзывчивый, ну хоть и забывчивый. А вообще хороший такой дяденька с соседнего хутора. И та же самая проблема у нас была и с официантами, и с рецепционистами, и с горничными. Собственно говоря, это не работники зависели от меня, а я в большей степени зависела от них. Завхоз, электрик, повар, все на вес золота. Я много очень нервничала, лечилась таблетками. Мне пишут, что надо было ходить на психотерапевтические сеансы, мало одних таблеток. Ну конечно мало, но а как это всё осуществить на практике? Вот сказать этому нашему завхозу. Паньянок, вы поработайте пока месячишко бесплатно за то, что вы накосячили. Я найму там пяток официантов дополнительных, горничных, вон они как раз там топчутся с резюме возле порога. А сама тем временем пойду, полежу на кушеточке у психотерапевта, убаюкаю свои нервишки. Советы, конечно, приятные, но невыполнимые. С чем это можно сравнить? Вот когда-то давно я читала, как на Одесскую киностудию приехал снимать фильм «Итальянский режиссёр». И в фильме была сцена светского раута, какого-то приёма. Реквизитор ломал голову, во что бы одеть массовку, но итальянский режиссёр подсказал ему гениальное совершенное решение. Так вы, говорит, скажите, чтобы массовка уже пришла на съёмку в своих коктейльных платьях. Это же просто. Ну да, ну а где им взять коктейльные платья? Так в своих, в своих пускай приходит. Да нет у них таких платьев. Вот в чём заковыка. Объясняют этому режиссёру итальянскому. Он говорит, как нет? А в чём же они ходят на коктейли? Вот и у нас была аналогичная ситуация. Найти готового хорошего официанта, который согласился бы у нас не просто работать, но и жить в режиме неделя через неделю практически невозможно. Возможно найти как минимум человека, который просто согласится у нас жить. А мы обучим его всем-всем-всем премудростям этой работы. И вот когда ты берёшь такого человека, вводишь его, так сказать, в курс дела, берёшь его за ручку, всё ему объясняешь, показываешь, он хорошо учится, он уже освоил терминал, он уже знает меню, он в курсе всех ингредиентов, что входит, в какое блюдо, как что выглядит. Он разбирается уже в винах, он чудесно полирует бокалы, он прекрасно чистит столовые приборы. И вот приходят пан и пани, и официант их обслуживает. Но пану мало, чтобы его просто обслуживали, ему мало, чтобы с ним были любезны. Он ещё хочет, чтобы с ним заискивали, чтобы официант выгибался перед ним, как говорится, морским коньком. Он ищет, к чему бы придраться, и в конце концов он зовёт менеджера. Позовите менеджера. Сейчас, кстати, таких людей очень мало, но они есть. Им всегда что-то нужно, что-то особенное, чего они сами сформулировать не могут. Неуловимое им что-то нужно, ускользающее. И когда ты подходишь к столику, где сидит эта пара, ты наблюдаешь такой, ну, житейский, что ли, этюд. Дама смущена, она смотрит в сторону немножечко вниз, а господин, разрумянившийся, такой от злости, глаза у него на ножках, он говорит, я требую другого официанта, дайте мне другого официанта. А где же я тебе его возьму, радость моя? Позвольте, я сама вас обслужу. Я прекрасно умею носить тарелки. Я буду сегодня вашим морским коньком. И я стараюсь изо всех сил, чтобы изгладить эту, так сказать, ситуацию. Я заслуживаю даже чаевые, мне оставляют на чай. Пара встает, женщина таких гитарных форм, мужчина чуть ниже ее, и он мне на прощание говорит, увольте этого официанта. Совет, конечно, бесценный, но дело в том, что официант тоже бесценный. Официанта мне надо будет еще подбодрить, рассмешить, успокоить, вернуть ему хорошее настроение. Официантам нельзя пожертвовать, точно так же, как нельзя пожертвовать клиентам. А пожертвовать можно только собственным достоинством. Да ну и чёрт с ним. В общем, психотерапевт с кушеткой меня так и не дождался. Мы много лет тянули этот отельно-свадебный груз, выплачивали кредиты и вынашивали мечту от этого избавиться. Ну, я, во всяком случае, такую мечту вынашивала. Я ж вообще не бизнесмен ни разу. У меня совершенно другая натура. И эта другая натура, она то и дело как-то скреблась, напоминала о себе фантазиями какими-то, историями. Фильмы мне некогда было смотреть, но у меня была огромная возможность наблюдать за людьми. И из наблюдений выходили какие-то наброски, что-то дорисовывалось, сочинялось. И вот уже почти новелла, срез жизни, кусочек чего-то быта, повседневности. Ну вот взять хотя бы тоже пару за столиком. Вроде ни о чём, а интересно. Я плохо в этом разбираюсь, но именно это я люблю. Вот есть два способа познания жизни — действенный и созерцательный. Я созерцательный, но вот жизнь я как раз познавала через действие, через работу. Ну то есть я занималась не своим делом. Кстати, тот же Панин, он ведь тоже пошёл в институт пищевой промышленности, собирался стать инженером. А сколько вообще людей занимается не своим. Кожа у меня тонкая, нервы хрупкие, но вот есть, к счастью, чувство юмора, которое выручало. Крупицы смешного можно при желании отыскать в любых ситуациях, даже самых печальных. А ещё я стала жалостливой и недоверчивой. Вот мне жаль молодых официантов, да и вообще всех, кто работает в сфере услуг, промоутеров, хостес. Я не верю в их дружелюбные голоса, я всё про них знаю, потому что я сама такая, как они. Однажды мы с мужем поехали в Турцию, это был конец октября, я помню, я заплыла далеко-далеко в море, а когда возвращалась назад, плыла и любовалась, вот до чего тоже красиво, вот небо такое безоблачное, синее, сосны, гора роскошная, вода вокруг меня такая прозрачная. В общем, я вышла на берегу и сказала ему прям мокрое ещё, говорю, знаешь, давай продадим отель. Как? Как? Как мы его продадим? Не знаю, говорю, вот давай продадим и всё. И муж предложил купить слона. Давай, говорит, купим слона, они приносят удачу. И мы купили этого слона. Это большой слон из дерева орехового, такой весь из себя резной, тяжёлый. Отправили мы его почтой, потому что он не помещался в багаж. И этот слон пришёл разбитый у него хобот, там был отбит хвост, там половины ноги у него не было. Но мы всё склеили тщательно. Я не знаю, связано ли это как-то с ним или нет, но удача нам улыбнулась. Причём пришла очень быстро, пришла в виде молодого французского бизнесмена. Он вообще-то занимается другим видом деятельности, он продаёт сельскохозяйственную технику, ну там трактора, комбайны всякие. Но видимо в душе у него, как и у меня, сидит какая-то другая натура. Он в душе очень любит рестораны, всё, что с ними связано. Хотя он мало в этом разбирается. Я помню, как перед его приходом я полезла в наше озеро чистить поверхность воды. Ну просто осень, листья нападали. И я влезла в эту холодную воду, чтобы почистить это озеро, чтобы наши красивые яркие рыбки были видны на поверхности. А он покупатель наше внимания на них не обратил, вообще не заметил. Он заметил, но уже потом, гораздо позже, когда договор был подписан. Я не устаю благодарить этого человека, который подарил нам свободу, точно так же, как и я не устаю благодарить того, кто продал нам слона. Мы, кстати, потом ещё раз поехали в Турцию, мы его нашли и купили у него всех слонов, которые только были. Новый хозяин получил функционирующий бизнес, который ходит как часы. Поляки говорят про спируемцы, про цветающие. Помню, как 27 февраля 2020 года мы собрали наш коллектив, очень душевно попрощались, выпили лишнего. Это было здорово, это было классно, трогательно, душевно, как я уже сказала. А спустя буквально несколько дней начался вот этот весь кошмар коронавирусный. И гостиницу нашему новому, так сказать, хозяину пришлось закрыть. Мне было, помню, перед ним очень неудобно, вот жутко неудобно. Я понимаю, что я не виновата. Но согласитесь, ситуация такая была щекотливая, постоянно испытывала какое-то чувство вины перед ним. Ну, к счастью, все обошлось. Отель в прекрасной форме, новый хозяин, человек с большими финансовыми возможностями, все у них сейчас хорошо, все прекрасно. Кстати, он потом купил еще один отель, но говорит, что нашим доволен больше. А я, изливая на камеру своей гостиничной истории, поняла, что это, наверное, и есть психотерапия, ну, пусть не традиционная, а альтернативная, но все-таки, но все-таки мне это помогло. Вот такое ощущение, что какой-то груз просто себя сбросило. потом пошли эксперименты с другими темами, стеба, хихи, ха-ха, посмеяться, покребляться. Это были мартышичьи пробы, мартышичьи где-то даже на грани с вульгарностью. Что-то разгильдяйское во мне проснулось, но, к счастью, ненадолго. Те, кто начали смотреть мои последние работы, заходя на мои вот эти вот ранние работы, первые, очень сильно удивляются и пишут. Ничего себе, разочаровали. Ну да, было, было и такое. Вот, видимо, какое-то хулиганство во мне сидело, но под прессом работы, обязательств, бизнеса, все это приходилось сжимать, было не до этого, а потом вот пружина распрямилась, и все это вышло наружу, вышло, пар выпустился, ну и потом все улеглось, успокоилось. Сейчас произнесу что-то чрезвычайно нахальное, но все-таки вот Чехов, как он начинал писать, его ранние рассказы, они такие забористые, лукавые и смешные, а потом, а потом он стал другим, у его поздних рассказов такой богатый, терпкий, изысканный привкус. Там наблюдательность феноменальная и умение не просто подмечать, но и анализировать. Вот для меня зрелый Чехов — это писатель-диагност, а молодой писатель-приколист, наверное, но ведь и тот, и другой очень интересен. второй Чехов все-таки вырос из первого. Кстати, недавно мне делали аудит канала Анна Ханна, я уже как-то рассказывала, по-моему, об этом, может быть, и нет, и вот специалисты, маркетологи порекомендовали мне делать более красочные, более яркие, более кричащие заголовки, например, не просто «Земченков», а «Врач убил жену и не признался», или вот не писать на картинке «Гайдамачук», описать «Женщина-маньяк» или «Она убивала старуха». Такой вариант лучше, на это скорее клюнут. Лучше, конечно, однако мне не подходит, потому что я сама лично на такое не клюю. А мне кажется, что люди, которые меня смотрят, они в чём-то похожи на меня, поэтому я решила оставить неправильные заголовки. Да, это наша с вами серебряная кнопка. Большое вам за неё спасибо. Я получила её месяц назад. Курьер привёз. Я его чуть не расцеловала от радости. Было очень приятно. Я благодарю вас за то, что вы помогли мне её получить, что собрались у меня в таком приятном количестве. Многие мне желали миллиона подписчиков. Конечно, спасибо огромное. Но, знаете, я всегда жду вас в гости. А как можно позвать в гости миллион человек? Они же все такие разные. Я смотрела беседу Алены Блин с Анастасией Волочковой недавно. Помните, там Анастасия была такая весёлая, и она кому-то обращалась, вот не знаю, к кому, но она постоянно повторяла, мои вы золотые, мои вы золотые, мои золотые. Так вот, я могу вам сказать, мои вы серебряные. Большое вам спасибо. Я, конечно же, буду продолжать своё дело. Меня спрашивают, почему я не рассказываю польские криминальные истории. Ну, польских криминальных историй я знаю очень много. Я слушаю польские криминальные подкасты. Собственно говоря, я начала слушать подкасты с польских криминальных историй. Когда закончился карантин, и можно было уже выходить на улицу, гулять, я поняла, что нужно ходить на какие-то длинные прогулки, длительные. И чтобы легче ходилось, я втыкала наушники и слушала подкасты. Подкасты, самая моя любимая серия подкастов «Пёнты не забей». Я уже об этом говорила. Автор Юстына Мазур, мне очень нравится, как она рассказывает. У неё шикарное качество звука, прям студийное. Я так понимаю, она раньше работала на радио, и это чувствуется. Звук чистый, без помех, без эхо, без шума. Вот этот звук, он как-то так странно у неё получается. Звук на переднем плане, её голос я имею в виду, а вот музыкальное сопровождение где-то там сзади, фон. И этот фон, его слышно, но он не мешает, не доминирует, он так приятно сопровождает её речь. Вот я очень тоже хочу добиться такого эффекта. Вот очень хочу, но как это сделать, не знаю. На 8 марта я получила подарок — новый микрофон. Он дорогой, но качество звука оценю при монтаже. Надеюсь, будет чуть лучше. Меня всегда в моих записях очень сильно нервировали шипящие, свистящие звуки. Вот это вот прям ездило, оно у меня по ушам. Я не знаю, как с этим будет справляться мой новый микрофон. Вот эти вот шорохи, когда волосы поправляешь, или там где-то этикетка какая-то, оказывается, шуршит в блузке, а я об этом даже и не знаю. И всё это видно при монтаже, когда уже всё отснято, и что дальше делать. Ну вот как справится новый микрофон с этой задачей, я не знаю. Я не возлагаю на него больших надежд. Это, конечно, не студийный звук. Хочется верить, что будет чуть-чуть лучше. Так вот это, что касается польских рассказов. А ещё ко мне обратилась зрительница из Греции. Она журналист. Есть история, заслуживающая вашего внимания. Тоже про бытовое преступление, о том, как жила-была одна приличная во всех отношениях молодая семья. Netflix, кстати, собирается снять об этом то ли документальный фильм, то ли художественный сериал. Первоначально я полагала, что на моём канале будут только истории из СНГ. А потом я подумала, а что если расширить географию? Можно же попробовать. Кстати, можно попробовать начать любить весну. Вон, гиацинты пахнут. Раньше запах весны всегда навевал на меня тоску. Хотелось превратиться в ласточку и куда-нибудь улететь. А теперь куда мне улетать? Мне надо очень многое вам ещё рассказать. Хотя я уже и так рассказала вам очень-очень много всего. Пересматривала свои старые ролики, вот эти вот корявые, эти неуклюжие. Думала, может их удалить к чёртовой матери, не позориться. Но с другой стороны, это же уже история. И это моя история. Моя дорога к нашей с вами кнопке. Спасибо вам, мои вы серебряные. С праздником вас! Счастья вам! Всё будет хорошо! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова